Здравствуйте! В эфире программа подробностей. Сегодня будем говорить подробно на тему, которая приобрела актуальность в последнее время. Она касается изменений, связанных с возможной продажей огнестрельного оружия. В Государственной Думе эта тема сейчас активно обсуждается. Предлагается несколько более либерально сделать правила продажи оружия населению. В связи с этим возникает много вопросов, кто у нас сможет получить оружие и не получится ли так, что вооруженными окажутся люди, с которыми это нельзя допустить по причине их здоровья. У нас сегодня в студии врач-психиатр, заместитель главного врача Рязанского психоневрологического диспансера. Вадим Комаров. Вадим Владимирович, добрый день. Ваше отношение к тому, что сейчас обсуждают в Госдуме? Это один из таких сложных вопросов. Что находится превыше права индивида или права общества, состоящего из этих индивидов? Наша российская система, она продолжение европейской современной системы права, где преимущество перед индивидуальными правами и свободами граждан. То есть вот много обсуждается, что не должно попасть оружие в руки людей, которые не могут им обращаться, но с другой стороны все равны перед законом. То есть каждый обладает правом, в том числе, приобретать, хранить, использовать оружие, если это не нарушает закон. Это как бы по умолчанию человек имеет право. Но это право его может быть ограничено в ряде случаев, поскольку создает угрозу правам других граждан, их право на безопасность. Для этого, собственно говоря, и существует федеральный закон об оружии, который определяет, что, допустим, неблагонадежные граждане, судимые не смогут получить лицензию на право владения оружием, граждане, которые не имеют для этого достаточного уровня здоровья, например, слабовидящие. Как к этому, собственно говоря, относятся психические расстройства? Потому что в средствах массовой информации возникает некая такая обеспокоенность тем, что оружие окажется в людях, которые по своему психическому состоянию не способны им распорядиться. Ну да, то есть это, в общем-то, и главные, наверное, опасения, которые есть в связи с тем, что эти меры, как я уже сказал, предлагаются либерализовать. И что сейчас, ну уж, скажем, прямо и, может быть, резко, ну, у больных людей в руках окажется пистолет. И что он сделает с этим пистолетом? Непредсказуемо. Вопрос-то ведь в том, что понимание о психических расстройствах, ну, как бы массовое, оно значительно отличается от того, что это есть на самом деле. Есть слово, да, там, псих, да, то есть это вот какой-то неадекватный товарищ, который на парковке застрелил другого человека из-за неправильного паркования. А у всех этих людей диагноза психических расстройств нету. Они здоровы. Да, бытовое понятие, да, там, псих, неадекват какой-то, оно не имеет отношения к медицинскому значению слово «психические расстройства». Психические и душевные расстройства – это большая, грубо, очень многообразных там расстройств. Там невротические депрессии, тревожные расстройства, нарушение сна, заикание, психическое расстройство невротическое, невротический энурез, нарушение школьной успеваемости, связанные с нарушениями развития. Это огромное количество людей. Никто не знает, сколько этих людей, потому что статистика как таковая людей, у которых установлен диагноз, там не ведется. Ну, то есть это есть чуть ли не в каждом из нас? Ну, в каждом из нас-то, наверное, я имею в виду проофициально установленные, проофициально установленные. Есть сколько людей хотя бы раз в году обратилось к психиатру? Так вот, в России их 6 миллионов. В Рязанской области 25 тысяч. Да, это население района средненького по размеру. Невозможно и несправедливо, неправильно вот взять и вот чехом, да, вот их ограничить в их праве на то же самое владение оружием. С какой стати? Это такие же граждане, как другие. То есть, если просто кто-то плохо спит? Пит. Мало ли он обращался к психиатру, когда-то там освобождался призывом на воинскую службу в связи с какими-то своими личностными особенностями? Ну, какой из него солдат? Или наоборот, вернулся откуда-то из горячих точек с проблемами, да, там сна, там общения с другими людьми, обращался за помощью специализированной. И что, теперь ограничить его права? Нет, конечно. Но есть группа психических расстройств, тяжелых психических расстройств, которые в силу неверной оценки людьми окружающей ситуации, своего места в ней, нарушения осмысления и возможности управления собой, действительно не способны нести ответственность за источники повышенной опасности. Автомобиль, карабин, да, там, травматический пистолет. Они, что сейчас, имеют законные ограничения на приобретение оружия и не планируется никаким образом в этом направлении что-то смягчать. Наш постановление правительства, которое является подзаконником к федеральному закону об оружии, который определяет порядок оборота оружия и боеприпасов, там написано, что не то, что психические расстройства, а лица, страдающие хроническими и затяжными психическими расстройствами, состойкими или часто обостряющимися тяжелыми болезненными проявлениями. То есть, вот эти люди, они априорно не могут получить оружие. И на это, собственно говоря, и построена вот та система получения заключения об отсутствии противопоказаний, которая существует сейчас. То есть, вот с этой точки зрения обсуждаемый законопроект абсолютно нормален, и те, кто не должен держать в руках оружие, его, по идее, как бы и не будут держать. И не будут. Уверяю вас, что преступления, связанные с оборотом оружия, 99% совершают так называемые здоровые. Лица, страдающие психическими расстройствами, совершают подавляющее меньшинство правонарушений, связанных с оборотом оружия. Есть, да, там мнение, что можно пойти и купить в диспансере справку, несколько путая оплату стоимости услуг. Ну, в общем-то, да. То есть, это вот такая процедура, да, чтобы получить справку о состоянии своего здоровья, надо заплатить денежку. И, соответственно, как бы есть психология людская, я заплатил, мне дадут справку ту, которая мне нужна. Это вид медицинской деятельности, который государством не оплачивается. Но это трудозатраты. Соответственно, их должен кто-то покрывать. В данном случае претендент на владение оружием. А он оплачивает вот это экспертное действие. И он по-любому получит справку. Только в этой справке может быть написан годен, а может быть написан негоден. Справка с заключением негоден – это точно такая же справка, которая выдается. По нашей практике, вот складывающейся, практически не существует последующих разбирательств в связи с тем, что было принято какое-то ошибочное мнение по поводу разрешения на владение оружием. Что вот мы приняли решение в индивидуальном порядке лицу страдающим психическому расстройству о допуске к правовладению оружием. И он впоследствии не оправдал надежду, что что-то такое совершил. С этим не приходится сталкиваться. Могу заверить зрителей, что та система, которая действует, ну, естественно, абсолютной гарантии не может дать никто никогда, но достаточно действенна, и серьезных таких дырок в ней нет. С одной стороны, она обеспечивает право граждан на безопасность, с другой стороны, право граждан, страдающих теми или иными нарушениями здоровья, в том числе психического, на реализацию своих законных прав и интересов. Ну, и действительно, очень важный момент, это то, что платят денежки за обследование для последующей выдачи справки, человек платит за услугу, а не за положительную запись в этой справке. Он оплачивает процесс, а не результат. Да, это та же вот как, допустим, судебно-психиатрический, судебно-медицинский экспертиза, да, там, сторона может заказать судебную экспертизу, а потом быть не согласна с ее результатом. Ну, это не значит, что он оплатил не результат, да, а сам процесс. Работу, которая была выполнена для того, чтобы ответить на поставленный им вопрос. Возвращаясь, собственно говоря, к тому, с чего мы начали, с обсуждения закона в Государственной Думе и с теми опасениями, которые высказываются, да, насколько я сейчас понимаю, главный итог нашего разговора, в общем-то, пока опасаться нечего. Фундаментально не затрагивается что-то такое, когда оружие может попасть в руки действительно людей, скажем так, нездоровых и опасных для окружающих. Вот именно в аспекте того, что оружие попадет в руки душевно опасного безумца, как говорится, да, нет ничего такого, можно, наверное, об этом не беспокоиться совершенно. Что ж, я благодарю вас, Владимир Владимирович, Владимир Комаров, заместитель главного врача Рязанского психонерологического диспансера, был сегодня гостем программы «Подробности». Мы говорили о возможной либерализации оборота оружия в России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова